По словам известного инсайдера Эвана Бласа, операционная система Android P в версии для разработчиков станет доступна в средине марта, но гугл выложила ее в открытый доступ буквально на днях. Меня зовут Денис Зайченко и это 5 главных фич Android P, он же Android 9. Перед тем как начать, скажу сразу, это фичи девелоперской версии и они могут изменяться по мере разработки. Часть фич может исчезнуть, часть поменяться, но лично я думаю, что список самых востребованных останется неизменным и этот список я сейчас озвучу. 1. Изменения в безопасности системы. Порой самые большие изменения мы просто не замечаем. И в связи с неумолимо нарастающей угрозой кибербезопасности Android 9 будет реагировать соответствующе. Система полностью отрезает доступ к микрофону, камерам и сенсорам у приложений, которые не активны в текущий момент. Также Google обеспечит поддержку шифрования для бэкапов со стороны клиента и сетевой рандомизатор MAC адресов. Но конкретно эту фичу придется ждать до последних девелоперских версий Android P. И наконец поддержка сканера отпечатков будет улучшена, включая более качественный интерфейс, чтобы пользователь сразу понял, какое именно приложение использует отпечатки. 2. Поддержка мультикамер для сторонних разработчиков. Это мелочь, но она довольно важна. Большинство из нас знает, что родные камеры на Android зачастую дичайше уступают по возможностям любым кастомным. Однако у родных камер было и остается преимущество. Они способны работать с несколькими модулями камеры одновременно, в то время как приложение от третьей стороны утилизирует это лишь изредка. С приходом Android P, Google выложит для создателей приложений отдельный API для поддержки нескольких модулей одновременно. Причем речь идет не только о портретных режимах с цифровым боке, который доступен на кастомных оболочках. Использовать можно будет любые модули и совмещать обычные изображения, скажем, с картинкой из тепловизора у какого-нибудь Катерпилла. 3. Поддержка выемки. iPhone X с выемкой под камеру и сенсоры стал для кого-то революцией, а кое-кому просто режет глаз. У нас Android и этой злосчастной выемкой ситуация еще хуже. Ведь iOS под такой формат была оптимизирована заранее, а вот пользователи зеленого человечка вынуждены мучаться. Android P принесет хоть и запоздалую, но симуляцию этой выемки, чтобы создатели приложений подгоняли под нее дизайн. 4. Шторка уведомлений и сами уведомления. С ними, пожалуй, больше всего изменений. Для начала в шторке уведомлений, когда приходит сообщение с картинкой или смайликом, содержимое показывается не в виде подписи, что пользователь прикрепил что-то к сообщению, а в виде демонстрации содержимого. Также появится возможность быстро отвечать на сообщения а-ля Google Allo. Помимо этого появятся умные подсказки о быстрых ответах, которые сейчас работают через программу Google Reply. Шторка быстрых настроек теперь скролится не постранично, а вниз. Плюс количество иконок под быстрые настройки увеличилось на 3 штуки. А если у вас включен автоматический режим ночного света, то под иконкой в быстрых настройках вы сможете увидеть, когда режим включается и отключается. К шторке уведомлений я также отношу изменения в ползунке громкости. Он теперь вертикальный, а не горизонтальный, находится по правую сторону экрана и отображает настройки для нескольких подключенных устройств сразу. И наконец, пятое, работа со скриншотами. Появится редактор скриншотов прямо из шторки уведомлений. Простой, но удобный и быстрый. Также доступ к снятию скриншотов будет доступен и через кнопку выключения. На этом все. В комментариях напишите, какое нововведение лично вы ждете больше всего. Не забывайте ставить лайк и подписываться, если вам понравилось видео. Если не понравилось, к сожалению. И надеюсь, что следующее вам понравится больше. За сим откланяюсь. С вами был Денис Зраченко. До связи, ребята. До связи.